Привет! Я хочу сегодня рассказать про мельницы для солода, которые я использую в своем домашнем пивоварении. У меня есть вариант в виде вот такой чудо мясорубки, непонятного производителя, нигде он здесь не указан, но судя по качеству сборки, подразумеваю, что это Китай. Что здесь есть регулировочный винт, которым якобы можно отрегулировать степень помола солода. Ну вот, если видно, зазор регулируется вот примерно в таком диапазоне. Я не могу сказать, что это очень здорово, ну, наверное, со своей функцией она справляется. Значит, по качеству сборки видно. Ну, тем не менее, такая мясорубка стоит около двух-трех тысяч на момент записания видео. Ну и, наверное, как-то с вами функциями она справляется. Давайте проведем эксперимент. У нас есть четыре с половиной килограмма солода. У нас есть чудесная китайская мясорубка. Давайте попробуем, как она справляется со своей работой. Значит, никакого, не знаю, шнека выхода, как это называется правильно, как у обычной классической мясорубки для мяса здесь нет, поэтому нам приходится использовать вот такой контейнер. Он немножко кривой, но какой есть. Берем, засыпаем. Солод. Сразу же видно, да, что это не очень удобно. Все рассыпается. Наверное, лучше использовать какой-то совок, но совка у меня нет. И начинаем пробовать его молоть. Извините за громкие звуки. Вот так вот это все выглядит. Я потом это обрежу. Это невозможно с таким дрохотом. Ну, что я могу сказать. Со своей задачей мясорубка справилась. Конечно, о какой-то регулировке помола, грубой, мелкой, здесь речи не идет, но сама функция выполнена. Ну, вот, секунд, наверное, 30. Вот мы перемалывали 100 грамм солода. Ну, во всяком случае, что я могу сказать. За свои 2000 эта мясорубка задачей справилась. Теперь давайте посмотрим мельницу за 6000. Ну, что, я немножко прибрался. Потому что, ну, процентов 10 молотого солода у нас разлетелось по всей квартире, по дивану, по столу. Разобрал, убрал. И теперь мы перейдем к мельнице для солода за, ну, примерно 6-7 тысяч рублей. Эта мельница подразумевает некую механизацию. Правда, в комплекте с ней тоже идет вот такая вот отличная китайская железная ручка. Но обычно все-таки такие мельницы уже используются с применением дрели. Ну, я думаю, дрель или шуруповерт у каждого сейчас есть дома. Это не такая редкая штука. Ну, и мы по времени просто оценим, насколько быстрее, качественнее и веселее все-таки молоть не дедушкиным ручным способом, а с применением какой-то малой механизации. Значит, давайте посмотрим на эту мельницу поближе. Значит, что из себя представляет эта мельница? Ну, вот доска. Это уже мое усовершенствование. Сейчас я вам покажу, что было в оригинале. Значит, два вала. Один крутится относительно другого. Сверху, через бункер, насыпается солод. Ну, и на выходе мы имеем уже его в молотном виде. Значит, из всего функционала есть ручка регулировки. Правда, я никогда ее особо не пользовался. Я как выставил на средний помол, так оно и заработало. Но, тем не менее, что мы делаем? Мы отпускаем стопорный винт с одной стороны и стопорный винт с другой стороны. Сейчас поднесу поближе. Начинаем крутить. Тем самым регулируем зазор. Честно говоря, не могу сказать, насколько принципиально на качество, на вкус, не знаю, на консистенцию пива влияет размер этой нашей дроби, дробина, на которую мы мелим солод. Ну, я использую средний, уже повторюсь, средний размер. Как он здесь написан? 0.05. Не знаю, в каких единицах, явно не в миллиметрах. Ну, пускай будет так. Итого, перед нами по-прежнему стоит задача. У нас есть 4,5 килограмма солода ПВЛ. У нас есть мельница. У нас есть шуруповерт. Ну, давайте посмотрим, как все это будет молодца. Что мы имеем? У нас есть пустое ведро. У нас есть чудо-доска, к которой я прикрутил нашу мельницу для солода. Почему доска такого размера? Она идеально закрывает стандартный бачок для ображения на 33 литра. У нас есть шуруповерт. Присоединяем шуруповерт. Фиксируем. Насыпаем. Ну, что могу сказать. В один бункер входит, ну, где-то, наверное, 3-3,5 килограмма зерна. Ну, что, поехали. Сейчас немножко громко, но я думаю, меня слышно. Ну, посмотрите за скоростью, как быстро все у нас мельится. Ну, собственно, вот. То есть, за несколько секунд, ну, там, за, не знаю, 20 секунд, мы, ну, 3 килограмма солода перерабатываем. Ну, на мой взгляд, конечно, это очень здорово. Это малая механизация. Ну, что, давайте резюмируем. В итоге мы все-таки получили наш молодый солод, 4,5 килограмма. Можно поступать к варке. Мы посмотрели на вот такое вот чудесное произведение китайской мясорубной промышленности. Посмотрели на не менее китайскую, на другую мельницу. Ну, что я могу сказать, что, если вы сильно ограничены средствами, конечно, и за 2-3 тысячи можно купить, и можно смолоть свой солод. Вот, если вы варите один раз в сезон пива, ну, в принципе, посвятить там несколько часов перемалывания можно и с такой мясорубкой. Ну, конечно, если вам хочется экспериментировать, смолоть разные солоды, подбирать, может быть, какие-то размер этой дробины. Ну, просто вам хочется комфорта, и у вас в хозяйстве есть шуруповерт. Конечно, такая мельница гораздо лучше, и я бы все-таки посоветовал потратить 6-7 тысяч один раз, но ее вам точно хватит на много лет, и вы будете просто получать удовольствие, и процесс перемалывания не будет для вас чем-то таким ужасным, рутким, запредельным. Кстати, многие магазины, которые торгуют оборудованием для пивоварения, сейчас предлагают свою услугу по Молсову, да. Ну, наверное, да, это интересно, наверное, можно немножко сэкономить на этом, опять же, все надо считать. Ну, мне доставляет удовольствие самому подбирать ингредиенты, самому составлять рецепты. Поэтому, ну, это отличная штука, надо убрать. Все, всем пока, увидимся в следующем.